Правовой государство. Государство, вся деятельность которого подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека, подчиненность деятельности верховных органов власти стабильным законом или судебным решением является отличительным признаком конституционных, политических режимов. Принцип соблюдения предписаний права всеми его субъектами, в том числе обладающими властью лицами или органами, называется законностью в российской юриспруденции и верховенством права в странах общего права. Следует иметь в виду, что в российском правоведении также существует термин «верховенство закона», под которым понимается подчиненность закону всех подзаконных актов и актов правоприменения. Верховенство закона является одним из основных компонентов правового государства. Идея правового государства, прежде всего, противоположна произволу во всех его разновидностях, диктатуре большинства, деспотизму, полицейскому государству, равно как и отсутствие правопорядка. Эта идея преследует ряд целей, ограничение направления процесса осуществления власти. Правовое государство не стремится принизить важность компетентности, авторитета, личной воли и других качеств руководителей, а устанавливает стандарт легитимности методов руководства. Формирование чувства определенности и правомерных ожиданий в отношении поведения всех субъектов права, охрана устоявшихся общественных представлений о морали, справедливости, свободе и равенстве, а также защита достоинства и прав граждан согласно этим представлениям. Некоторые правовиды полагают, что указанная функция неотделима от обеспечения более полной реализации перечисленных ценностей. Правовое государство требует наличия следующих институтов назначения и наказаний за правонарушение исключительно согласно опубликованным и четко определенным процедурам и нормам. Равенство перед законом так, что все граждане получают одинаковую защиту в рамках закона, а нарушители правопорядка подлежатся размерному наказанию, независимо от их политического, социального или экономического положения. Существование независимых, эффективных, беспристрастных и доступных для граждан судов, полиции и других правоохранительных органов. Выполнение функции нормативного регулирования действий государства отделенным от исполнительной власти законодательным органом. Важную роль играет согласие среди правящих классов в отношении норм политического поведения. Принципов разрешения конфликтов и базовых культурных ценностей, в том числе законности, выделяют две основные концепции правового государства. Формальная трактовка связана с теорией правового позитивизма и фокусирует свое внимание на эффективности и предсказуемости правовых процедур. Содержательная трактовка связана с теорией естественного права и ставит вопрос о справедливости самих законов, при этом провозглашая фундаментальные права человека высшей ценностью. Принципы. Идеал правового государства не привязан к какому-либо национальному опыту и среди важнейших принципов правовиды обычно выделяют верховенство закона, равноправие, выполнимость требований права, защиту гражданских свобод. В то же время реализация этого идеала в каждой стране имела множество индивидуальных особенностей в силу различных обычаев и их истории. Институты правового государства также зависят от текущих задач перед которыми стоит общество. Наиболее успешными оказались такие модели правового порядка, в которых суды отделены от других ветвей власти и изолированы от внешнего давления. Судебные решения основаны на разумном толковании существующих законов. Существуют гарантии справедливого судебного разбирательства. Правление по закону верховенства закона означает, что закон обладает высшей юридической силой, и все другие правовые акты и акты правоприменения должны ему соответствовать. Отсюда следует, что никакое должностное лицо или орган власти, включая правительство, парламент и народ как целое, не могут совершать действия за пределами рамок установленных законом. Правовые нормы могут издаваться и меняться только согласно действующему законенным или заранее оговоренным процедурам. Должны быть легальные и эффективные способы заставить правительство и любых должностных лиц подчиняться правовым нормам. Правление по закону также является антитезой отсутствия правопорядка и самосуду. Одна из главных задач государства состоит в обеспечении безопасности. В частности, государство должно быть единственным источником легитимного применения силы. Правовые процессы должны быть достаточно прочными и доступными, а деятельность правоохранительных органов эффективной. Равенство перед законом Законы в равной степени относятся ко всем без исключений, в том числе к тем, кто издает законы. Правосудие не должно принимать во внимание происхождение власть, обеспеченность или общественное положение стоящих перед ним лиц. Юрисдикция судов, которые выносят постановление по делам обычных граждан, должна распространяться на всех граждан. Отступление от этой нормы в современное время получило название «Избирательное правосудие» обобщенность правовых норм. Законы должны формулировать условия своей применимости в общих чертах, не указывая на конкретные лица организации или малые социальные группы. Они не должны издаваться для решения конкретных задач, если при других обстоятельствах аналогичные действия властей были бы незаконными. Однако в ряде случаев требования обобщенности сталкивается с трудностями. Например, в социальных государствах некоторые нормы относятся к лицам четко обозначенного социально-экономического статуса. И поскольку часть общества не считает эти законы оправданными, с точки зрения критиков они представляют собой форму правовой дискриминации, равный доступ к правовой системе. В силу социального неравенства некоторые люди имеют лучший доступ к ресурсам для защиты своих интересов и, следовательно, лучшие шансы на выигрыш судебного дела. Корректировка подобных тенденций часто сопляжена с объективными трудностями, которые осложняются вышеуказанным требованием обобщенности правовых норм и процедур. Выполнимость закона должны быть такими, чтобы люди могли им следовать. Как минимум они должны существовать, быть доступны для ознакомления и содержать понятные требования создания неопубликованных или имеющих силу задним числом законов. Внутренняя противоречивость или частая изменчивость законодательства делают его неисполнимым на системном уровне и оставляют возможность только «избирательного применения». В частности, никто не может быть подвержен наказанию за поступки, которые не нарушали законодательство на момент их совершения. Законы должны ясно и непротиворечиво формулировать критерии наказуемости, чтобы свести к минимуму произвол в их применении. Законы также не должны входить в противоречие с устоявшимися общественными представлениями о справедливости. Для этого в конституционных демократиях существует ряд институтов, в том числе парламенты, состязательные периодические выборы, свобода массовой информации, независимость судебной власти, независимость суда от других ветвей власти и их изолированность от внешнего давления играют существенную роль в правовом государстве. Если суд зависит от исполнительной власти, он может оказаться не в состоянии защитить подсудимого от нелегитимного применения силы. Если судебная власть смыкается с законодательной, свобода подсудимого может стать предметом произвольного регулирования. Разделение властей также тесно связано с требованием, что в правовом государстве должно быть принципиально возможно перечислить все формы выражения государственной власти. Нарушение этого требования привело бы к ограничению свободы граждан государства правосудия. С процедурной стороны правосудие обеспечивается за счет того, что система права содержит полный набор заранее известных процедур и правил принятия решений, процесс применения которых отличается справедливостью, последовательностью и прозрачностью. Принципы работы системы должны позволять обычным людям предсказывать, какие действия будут расценены как законные, а какие нет. Правосудие становится непредсказуемым. Например, если коррупция позволяет заведомым нарушителям избежать наказания или лишить владельцев их законной собственности, или если зависимые от исполнительной власти суды узаконивают ее произвол. Согласно профессору Нью-Йоркского университета Джереми Уалдрону, уголовные наказания должны назначаться при обеспечении следующих условий. Рассмотрение дела в суде, который выносит решения беспристрастно на основании фактов, законов и изложенных в связи с ними аргументов. Компетентные и независимые от других ветвей государственной власти судьи сбор улик согласно установленным процедурам. Право присутствовать на всех существенных стадиях процесса. Право подготовиться к защите и на помощь адвоката. Право лично оспорить свидетельства в пользу обвинения. Право предоставить доказательства и аргументы в свою пользу. Право знать мотивацию суда, послужившую основанием для вынесения приговора. Некоторые возможности апелляции в высшую судебную инстанцию. Например, если следствие использовало запрещенные законом средства дознания. Для обеспечения процедурного правосудия суд должен исключить из дела любые доказательства вины подсудимого, добытые благодаря таким средствам. То, что в результате преступник может быть оправдан, не должно приниматься во внимание. В то же время государственные чиновники могут назначать штраф за мелкие административные правонарушения. Если их действия можно протестовать в суде при соблюдении вышеуказанных требований, следует отметить, что перечисленные права и свободы являются позитивными, то есть формулируют активные обязательства государства, нежели защищают личность от его вмешательства. Система правосудия также должна работать без неоправданных задержек, иначе это создает лазейки для произвола защиты прав человека. Сторонники естественно-правовых теорий утверждают, что никакие законы не должны покушаться на всеобщее право и свободы человека и гражданина. Однако фактически в разных странах понимание прав человека различается. В США смертная казнь не считается лишением права на жизнь. В Скандинавии высокие налоги не рассматриваются как нарушение права на частную собственность. Во многих странах Восточной Европы и Латинской Америки люди не видят противоречия между преследованием гомосексуалов и принципами равноправия. Некоторые правовиды полагают, что законодательная защита прав человека эффективна только при условии, что эти права имеют ценность в местной культуре. Другие компоненты правового государства. Устойчивость правового государства зависит от восприятия законности как культурной ценности. Обычно правовая культура находит свое выражение в использовании законов для защиты своих интересов, требований новых законов. В периодическом издании таких законов и повседневной законопослушности ряд правовидов полагает, что правовое государство предполагает не только ответственность граждан перед государством, но и ответственность власти перед населением и ее подчинение интересам общества. Согласно некоторым специалистам, для правового государства также характерно наличие развитого гражданского общества и децентрализация власти, так что она не сосредоточена в каком-либо институте или в руках узкой группы лиц. Другие теоретики полагают, что правовое государство должно оберегать рынок от мер по перераспределению ресурсов. Природа права. Трактовка правового государства во многом зависит от понимания природы права. Идея правового государства принципиально несовместима с ранними теориями правового позитивизма, где закон рассматривается как лишь один из инструментов политической власти для осуществления воли и руководства. Однако в более поздних вариантах позитивизма основой закона считаются общепринятые правила и сложившиеся правовые обычаи, а задача правового государства состоит в их защите. В таком государстве нормативные акты отражают представление о морали, справедливости, свободе и равенстве, признанной в среде, составляющей социальную базу режима. В то же время правовой позитивизм отделяет содержание правовых норм от этических оценок результат их применения утверждая, что система правосудия не несет ответственность за несовершенство общества. К схожему выводу приходят теоретики, которые видят главную функцию правового государства в формальном соблюдении правовых процедур. Независимо от их исхода, согласно содержательным трактовкам у правового государства есть не только охранительная функция, но и созидательная. Оно устанавливает стандарт правовых методов руководства и обеспечивает более полную реализацию универсальных ценностей. Общие принципы, стоящие на вершине иерархии правовых норм, вырабатываются в процессе анализа законов и судебных решений с точки зрения морали и политических последствий. В результате фактическое содержание любых законов оказывается неотделимо от вопроса, какими эти законы должны быть. Данный подход является развитием теории естественного права, согласно которой моральное содержание законов составляет базис для их легитимности. Так что лад, лекс и не астанон эст лекс, несправедливый закон это не закон, он получил отражение в конституциях многих стран. Например, согласно Конституции Швейцарии, действия государства должны соблюдать фундаментальные свободы граждан, исходить из общественных интересов и быть соразмерно преследуемым целям. Конституционный режим Конституции Швейцарии Конституции Швейцарии Нормативный акт, гарантирующий право человека